Президент России Владимир Путин провел видеоселекторное совещание с федеральными министрами и главами регионов по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Владимир Путин подчеркнул, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что не завершается борьба с эпидемией. Вместе с тем, по всей стране исключаются любые массовые мероприятия. Режим повышенной безопасности для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями должен сохраняться. Кроме того, вводится федеральная доплата для врачей, социальных учреждений, социальных и педагогических работников. Отдельно глава государства остановился на вопросах поддержки семей с детьми. Семьи, имеющие право на маткапитал, получат с апреля по июнь по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Кроме того, по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям в течение 3 месяцев, где родители временно потеряли работу. Уже с 1 июня семьи с доходом ниже прожиточного минимума могут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет. Президент страны также предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Также по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц теперь могут получать все российские семьи на детей до 3 лет. И еще одна мера поддержки. С 1 июня вводится единоразовая выплата 10 тысяч рублей на детей с 3 и до 15 лет включительно. В ходе своего обращения президент России заострил внимание на максимальном снижении рисков дальнейшего роста безработицы. Государством вводится субсидия для пострадавших предприятий, где на 1 апреля было сохранено 90% штатной численности. Для них с 1 июня будет действовать специальная кредитная программа поддержки занятости. При сохранении занятости на уровне 90% сам кредит и проценты по нему будут списаны за счет государства. Введенная отсрочка на 6 месяцев по налогам и страховым платежам также пересмотрена. Платежи по ней за второй квартал тоже списываются. Для легально работающих самозанятых планируется в полном объеме возвращение налога на доход, уплаченного в 2019 году. По итогам совещания президента России Владимира Путина с федеральными органами власти и главами регионов по эпидобстановке глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел селекторное совещание с членами оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Глава региона акцентировал внимание участников совещания на вопросах эффективной реализации президентских инициатив и поручений в рамках борьбы с коронавирусом. При обсуждении вопроса о выходе из режима ограничений Мурат Кумпилов подчеркнул, что президентам страны предлагаются мягкие поэтапные мероприятия с учетом строгого мониторинга ситуации и исполнения предусмотренных мер безопасности. В рамках принятых решений в Адыгеи сохраняется режим самоизоляции лиц старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, социальное дистанцирование, пропускной режим, запрет на проведение массовых мероприятий. На предприятиях, чья деятельность не приостановлена и сопряжена с рисками контактирования граждан, вводится обязательное ношение масок и перчаток. Прогулки и занятия спортом на открытом воздухе возможно с учетом рекомендаций по дистанцированию и соблюдению санитарных норм. В то же время недопустимо скопление детей на дворовых площадках и пренебрежение мерами социального дистанцирования. Мобильные пункты тестирования должны продолжить свою работу, а власти муниципалитетов должны гибко реагировать на развитие ситуации, сказал Мурат Кумпилов. Мурат Кумпилов